В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Встречи участниц проекта «Рожденные побеждать» становятся все более непредсказуемыми и необычными. В этот день девушки собрались на лекцию от профессионального нумеролога, чтобы узнать, как дата рождения влияет на судьбу и жизнь человека. Моя цель как нумеролога показать, что в дате рождения заложены наши таланты. И хочется девочкам дать возможность увидеть и посмотреть на себя с другой стороны. То есть именно через нумерологию, именно через магию чисел, то есть те энергии, те вибрации, которые несет дата рождения. Наши девочки очень заинтересовались такими сведениями и даже просили нас о том, чтобы мы это мероприятие организовали. Это необычно достаточно, но тем не менее познавательно. Люди узнают, куда им двигаться, потому что всегда есть какие-то освобождения, особенно когда ты стоишь на пороге выбора какого-то своего жизненного пути. Что-то новое для себя, то, что все еще как бы до этого времени я себе, например, не знала. Может быть, правда неправильно живу, свое назначение не знаю. Кроме того, участницы конкурса впервые встретились со стилистами, которые будут преображать их в финале проекта. В основном все девочки достаточно модные стрижки имеют. Такой замечательный макияж, аксессуары. То есть вообще даже немножко не вяжется то, что сидит такая прекрасная барышня, и коляска прям вот убрать, убрать ее хочется. Мы будем помогать преображаться девочкам, чтобы они себя почувствовали настоящими королевами, женщинами. Кто-то сегодня услышал для себя наставления в дальнейшей жизни, прислушался к советам, а возможно и вообще изменил взгляды на жизнь. Ну а мы продолжаем следить за участницами проекта и посмотрим, как они будут меняться на его протяжении. Белый цвет – обязательная составляющая летнего гардероба. Какими бы ни были конкретные тенденции на каждый конкретный сезон. Несколько идей в белом цвете от европейских дизайнеров в продолжении выпуска. Белая футболка. По мнению стилистов, это основа основ. Ее можно как угодно декорировать и с чем угодно носить. Летом, когда не хочется перегружать себя большим количеством украшений, идеальный вариант – это уже украшенный топ. Классика летней моды – маленькое белое платье будет востребовано вне зависимости от погоды. В прохладные дни его можно носить с курткой или кардиганом. Более изысканная тема в белом цвете – кружевной бомбер. Белый костюм для отдыха – еще одна идея. Удобная и одновременно стильная. Ну и, наконец, белый лен. Он всегда востребован летом. Что бы там ни писали о модных тенденциях сезона специалисты. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург. Автор уникальной методики нитевого лифтинга. Член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Фестиваль Organic Nation в этом году собрал тысячи поклонников йоги и здорового образа жизни. Самые яркие моменты трехдневного события в репортаже Beauty Time TV. Международный фестиваль Organic Nation – событие во всех смыслах масштабное. Более тысячи участников, 20 спикеров из США, Индии, Мексики, Латвии. Для тех, кто по-настоящему увлечен йогой, даже уральское лето не стало помехой. Быть частью – это счастье. Эту идею фестиваля транслируют и организаторы, и участники. Здесь действительно собрались лишь те, кто любит жизнь. Фестиваль проводится второй раз. Идея привезти в Россию и на Урал. Показать людям разные виды йоги. Вообще уровень мастерства, что это, что такое чистая йога, зачем она нужна и почему она даже необходима людям. Итоги конкурса «Югини в бикини», который стартовал три месяца назад, подводили, как и планировали на пляже. И несмотря на то, что бикини по-уральски – это куртка и штаны, за время проекта девушки изменились и внутренне, и внешне. Кстати, боролись они за серьезный приз. В рамках мероприятия проводился конкурс «Югини в бикини». Сегодня будет подведение итогов. И мы от нашей компании дарим девушке, победительнице этого конкурса, тур в Индию. Тур в Индию на неделю. А также девушка может поехать как одна, так и компанией. Многовековые традиции йоги в наши дни представлены в тысячах интерпретаций. В качестве инструкторов сегодня успешны и популярны и мужчины, и женщины. Люди, мне кажется, на моем занятии утреннем были очень открытые. Они сразу же включились в упражнения, которые я давал. Такое ощущение было, что они этим занимались всегда, постоянно. У нас была звукотерапия. Мы пели специальные упражнения, которые улучшают работу гормональной системы, расслабляют. Одесса – это классический индийский танец. Изначально это был храмовый танец. Он танцевался перед божествами и для посвященных брамманов. То есть это танец молитвы. Считается, что это один из самых сложных танцев, потому что, помимо того, что он физически очень трудно танцуется, большая нагрузка, это еще как театр. То есть каждое движение ты рассказываешь историю, ты должен передать все эти эмоции, которые заложены в танц, поэтому это сложно. Трехдневная программа фестиваля – это 20 спикеров, 7 площадок и более 50 мастер-классов и лекций про буддизм, аюрведу, правильное питание и традиционную восточную медицину. Я преподаю хатха-йогу, в то же самое время сам практикую помимо хатха-йоги еще буддизм тибетский и немножко провожу лекции на буддистскую тему по благословению своего ламы, своего наставника. Сейчас фитнес очень как бы связан с такими классами, это так называемое направление body and mind, разум и тело, то есть связь йоги, пилаты, эмоциональный тренинг, все это сейчас в одном целом. И вообще любое движение, оно по сути является каким-то реабилитационным, либо терапевтическим, любое. Важно, как ты его делаешь, где его ты применяешь. Йога, да, это консервативное лечение, так можно использовать. Конечно, она не будет быстро помогать за один день, как таблетка, но регулярной практикой очень много болезней можно лечить. Помощь асаны, позы, физические упражнения, помощь дыхательной практике и медитативной практике. Вот это все три, они очень хорошо помогают. Это жизнь, это не хобби, это не увлечение, это просто все. Йога это все, это не то, что на коврике происходит, это все. Все, что мы делаем, когда с момента, когда просыпаемся, проживаем весь день, да, все наши взаимоотношения, все наши действия, мысли, поступки на коврике, за пределами коврика. Это все йога, и это вот просто жизнь. Гости практиковались с самого утра до позднего вечера, жалея только о том, что невозможно присутствовать на нескольких мастер-классах одновременно. Очень много хороших, интересных лекторов, йогов практикующих, вот, поэтому приходится, ну, единственные сложности, с которыми сталкиваешься, это выбор того, к кому пойти, потому что очень многие интересные вещи, они идут параллельно. Первый раз, точнее, здесь я хочу посмотреть атмосферу и, соответственно, познакомиться с йогой поближе. Погода только не радует в основном, атмосфера, энергетика просто шикарная, ну, это первый опыт на таком фестивале, я думаю, что мы в дальнейшем будем сюда ездить. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Наверняка у каждого из нас в детстве бабушки шили одеяло и подушки из лоскутков тканей. Именно поэтому выставка «Лоскутная мозаика России» так греет сердце и вызывает ностальгические эмоции. Здесь выставлены лучшие работы лучших мастеров России за 2017 год. Они в прошлом году были высоко оценены на фестивале «Лоскутная мозаика России» в Иваново. Ткань, она сама по себе диктует какие-то определенные вещи, то есть, когда ее берешь в руки, она начинает с тобой разговаривать, и мир, получается, выражается не только через твои ощущения, а через ткань в том числе. И оно никогда не устареет, оно всегда будет актуально, что это вот это вот тепло рук, да, тепло рук души уложены. Эта выставка открылась в день рождения Челябинского музея изобразительных искусств. Именно поэтому лоскутную мозаику России можно считать своеобразным подарком к 78-летию. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Мода, как известно, весьма непостоянна. А смена эпох, как правило, меняет не только основные силуэты и цвета, но и само отношение к одежде, манеру ее носить. Пересматриваются также и внутренние процессы производства одежды. Мода, она для всех, действительно. Данную модель может позволить себе, ну, практически каждая женщина. А если шить только совершенную классику или только совершенно скучно и неинтересно, то и марка станет неинтересной. Поэтому наши дизайнеры и разрабатывают тенденции, соответствуя каким-то высоким домам моды. Оксана Бакаева, эксперт из Германии. Занимается продвижением нескольких брендов, отличительная особенность которых – это разумное сочетание качественных материалов, оригинального дизайна, перфектного исполнения и адекватной стоимости. Контроль качества – это одно. Инновация – это немножко другое, я думаю, инновационные технологии, например, в процессе окраски. Это то, что сейчас возможность с компьютерной графикой работать появилась больше, с компьютерной техникой. То, что я рассказывала, например, про принты, которые художник рисует акварельными красками, выдумывает или где-то увидит при путешествии в другой стране или в другом городе, может перенести на ткань. Таким образом рождаются ткани, которых нет у других брендов. Перед производством проматывается полотно и просматривается глазами на качество ткани, поэтому не может в готовом изделии быть утолщения нити, каких-то разрывов, каких-то затяжек. То есть это же немцы. Вопреки стереотипам, в которых сочетание немецкая мода ассоциируется исключительно с консервативностью, при внимательном изучении брендов из Германии открываешь для себя не только креативные, но и довольно смелые идеи. Дизайнеры прорисовывают принт, уникальный для каждой коллекции. И мы с вами сейчас говорим не о высоких премиальных марках, а в среднем в нашем сегменте есть возможность купить блузу, платье, того принта, которого нет вообще в Челябинске. То есть это используют всегда первые линии высокие дома моды. И это у нас есть. В коллекции обычно три темы, и каждая из них называется. Вот про тропики рассказал, это тропический ландшафт. Футболка с попугаем – это дикая природа тема называется. Из аквамариновых таких тонов – это поездка на Атлантический океан, допустим, за теми же инспирациями, чтобы понять, как он выглядит, как выглядит эта вода. Чтобы был у нас не обычный голубой, а вот именно голубой цвет Атлантического океана. В наши дни, когда по одежде не судят о происхождении человека, когда новые идеи высоких домов становятся доступны онлайн, на первый план выходит индивидуальность, способность выглядеть эстетично, без лишнего напряжения и не тратя на это все свое состояние. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71, Труда 166, ТРК Горки, 2 этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово, 159. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Все сюжеты Beauty Time, а также новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime, нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова